Сделано специально плоское, штыковое и совковое нельзя работать. Только вот такой вот лопатой можно. Форма как резец, как нож, шамеска. О процессе создания снежных фигур нам рассказывает главный художник городка УКДЦ Иртыш. Пока здесь сложно разглядеть что-либо сказочное. И только Павел Минин видит то, что таится внутри снежных коконов. Будет снегурочка стоять здесь. Стоит, вернее, снегурочка, которая сейчас лишнее снимается. И будет нормальная такая девушка, руки в муфте будут. Такая миленькая, аккуратненькая головка будет. А вот тот будет Дед Мороз. Снег для этих целей привезли два дня назад из Парка Победы. Ведь он должен быть кристально чистым. Для того, чтобы фигура при обработке не рассыпалась, её на сутки заключают в специальный короб, которым под действием холода она твердеет. Не менее сложно выглядит и установка 22-метровой ели. Она состоит из 200 хвойных деревьев, которые насаживают на стальной стержень. То, как в целом должен выглядеть снежный городок, ежегодно решается на специальном совете. Туда входят непосредственно художники. Мы привлекаем уже на протяжении многих лет с педагогического университета худграф. Сейчас вы их видите уже опытные в этом плане. Сюда входит, естественно, департамент городского хозяйства. Входит архитектор наш. Вот где-то примерно 6 человек. И мы определяем концепцию. И, конечно, исходим из тех финансовых средств. Работа осталась всего на пару дней. Новогодние ели уже установлены во всех округах. Снег и лёд уже приобретают привычные очертания сказочных персонажей. Развешены гирлянды и металлотканевые конструкции по всему городу. Подведомственное департаменту городского хозяйства, управление дорожного хозяйства и благоустройства, которое и занимается подготовкой улиц и площадей к новогодним праздникам, рапортуют о практически полном завершении стадии подготовки. Наэль Бурбар, Сергей Гаврилов, Антенна 7.